И вновь на улицах города звучит пожарная сирена. К счастью, учебная. Машины спешат к торговому центру на Рыленково. По легенде учений, на втором этаже вспыхнул пожар, и спасателям предстоит непростая работа по его ликвидации. Сложность обусловлена большой пожарной нагрузкой. Это как торговые магазины, это магазины розничной продажи, одежда, обувь, плюс наличием большого количества людей и сильного плотного задымления, что усложняет поиск людей. Буквально через несколько секунд, как первая группа спасателей с пожарным рукавом вошла в здание, удалось найти условный очаг, локализовать и устранить. Одна из задач выполнена, но вдруг в здании остались люди. Если есть угроза людям, они начинают все действия, направленные на спасение людей. В самом здании пострадавших не оказалось. Но, по легенде, несколько человек спаслись на крыше. Высота здания не подразумевает использование ручных пожарных лестниц. Использование происходило только с учетом автолестниц. Так что в беде никого не оставят. Автолестница поможет безопасно и спокойно вернуться на землю, сбежав из домовой ловушки. Все основные задачи учений были выполнены буквально за десяток минут. И все это для того, чтобы, если понадобится действовать в реальных условиях пожара на подобных объектах, спасатели действовали слаженно и четко. Такие учения у нас проходят довольно часто. Цель учения направлена на подготовку личного состава пожарной охраны к действиям, к тушению пожаров на таких видах объектов. После учений – разбор полетов. Причем во взаимодействии с персоналом торгового центра, чтобы не только спасатели, но и работники знали, как обеспечить максимальную безопасность посетителей.